Здравствуйте! Мы продолжаем нашу замечательную рубрику, которая на Путниках и Фиалке. И сегодня не просто так, я такой красивый, все такое. У меня дело в том, что удачно переспал сам собой и получил роль в своем собственном сериале и роль похотливого продюсера. Играть никого не нужно, я, в принципе, как актер, так себя можно уйти отсюда. И, наконец, у нас в костях мне удалось на 52-й семейный день затащить в сериал, в сериал возле мою рубрику, замечательную актрису, шотландскую принцессу Екатерину Кузнецова. Здравствуйте! Мы такие скромные, у нас на площадке творится черте что, там мат-перемат и все такое прочее. Ну, мы сейчас на камеру поднимем. Нет, мы материться не будем. Конечно, мы снимали цветы тонко. Ну, секунду, смотри отражение. Если вы видели, то нас опять снимает замечательно. Потрясающе! 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 Актер Адри Барила опять все помогает. Он уже после, я уже во всех моих проектах обречен сниматься, после этого я уже как по-пацански, по-пацански я, может, должен. Скажите, пожалуйста, у тебя часто домогается продюсер или режиссер? Ой, но с таких сложных вопросов сразу. Нет, это просто вопрос, можно сказать нет и все, или да, или все. Не было, не было. Вот как я, я сегодня играл такого внизу, меня зовут Харви, я такой ее клеил, клеил, но я не буду рассказывать, чем все закончилось. Нет, никогда не домогались грязным образом, если вы это хотите спросить. Акцент на ней, акцент на ней, да. Да, вот, но всегда пытались это делать так, достаточно деликатно, красиво, но я не лилась. У меня была смешная история, я однажды за мной пыталась ухаживать один продюсер, а вот, и он приходил с вами на свидание, и я пришла на свидание со своим агентом. С кудинцом пришла? Ну, он сказал, что это не творческий вопрос, и я подумала, сразу будет агент, сразу будет. А кто сказал, что это не творческий вопрос? Конечно творческий вопрос. Нет, нет, у меня Катя так попала на мой сериал «Честно». Она просто потрясающая актриса, хотя, помнишь, я тебе говорил вначале, я, как когда мне сказали, «А вот будет, как тебе Катя презентовать?» «Ууу, что?» Я, 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 я про камин-аут, я вот, в принципе, вот делал, но я ошибался. Я ошибался, она потрясающая актриса, разноплановая, она и на кладбище ништяк, она и в свадебном платье, она и там поет с детьми, Мы сегодня снимали, трогать ее с маленькими, в связи с хирустыми, мы все за монитором рыдали. Катя, все мужики-козлы? Нет, конечно. Ну, как не? Ну, я так не считаю. Ну, почему? Ну, я просто не знаю. Стоп-пять! Ты не снимал! Подожди, вот только что опять пошла запись, он что, сам живет? Пошло, пошло? Вот сейчас запись пошла. А, я тоже. Кстати, я сегодня сам себе платью. Ой, сам суд позорно отказался дальше снимать, она просто память закончилась. В общем, в моем возрасте какая память и у телефона тоже. Катя, мы на чем остановились? Мы остановились на том, что ты многомиллионная актриса, а я получил сегодня что-то. Подожди, а! Все мужики-козлы? Мужики-козлы, да? Нет. Нет, я сказала, что нет. Ну, не все. Ну, зачем так сразу обобщать всех по одному ребенку? Мне показались хорошие. Да. А всех мутаков я послала. Далеко не всегда. Даже не знаю, что ответить себе. Если честно. Потому что... Ну, значит, я... Ладно. Все окей. Так, о чем мы сейчас поговорим? Я думаю, сейчас так замочим что-то вот... Да, просто смена закончилась. Да. У нас сегодня была... У нас сегодня... У нас такая... У нас еще завтрашний день. Мы можем завтра еще попробовать. У нас еще завтрашний день. Нет. Все интересно. Однопланово. Я вообще люблю одноплановые истории. Однокадровые истории. Однокадровые истории. Катя, даже собрать. Это наш конек с замечательным оператором Сергеем Рябицем. Мы любим однокадровые планы, где происходит все. Мы можем сказать все сразу. Катя. Ну, как я... Ну, давай прибережем эту информацию. Нет. Мы сейчас... Не, ну, подожди, подожди. Не, ну, я понимаю, что только 52-й день. Закончится. Мы наверняка еще поругаемся, поссоримся. У нас 99. У нас такого не было никогда. Не, ну, почему? Минуточку ты меня проверяла вначале. Ну, да. А, давай, давай, давай. О, класс всем. Ну, хорошо. Ты меня прощупывала. Так и ты тоже мне прощупывала. Ни хера не прощупывала. Ни хера не прощупывала. Ну, как бы там какие-то были. Ты же как-то вот попа Андрея, она как-то вибрирует. Вот раньше. Ну, ладно, либо ему очень неудобно, либо... Да, ему, конечно, очень неудобно. Не-не, я, может, и покапризничала там, это самое, но я раньше очень переживал об этом. Да, не, ну, просто я там переживала по поводу костюма, знаешь, выходили, выбирали и потом... Да, да. Костюм... Это же не важно, главное рисм, главное, что в глазах, главное, что внутри. Это мой совет начинающим режиссерам, когда актрисы капризничают и говорят, что это говно. Я не говорю. Просто не реагируйте. Это всего лишь каприз. Это актеры-дети. Они просто проверяют нас. Если мы сыпемся, если мы после этого начинаем быть пожами... Актеры-дети, а режиссеры-супер-дети. А режиссеры... Вообще, я считаю, что актерство и режиссерство, это вообще мы по одну сторону баррикады. Мы по одну сторону баррикады. У нас абсолютно, в отличие от операторов, от звукорежиссера, от святителей, у них конкретная профессия. У них есть прибор, который надо повернуть на шесть. А режиссеры и актеры мы не владеем ничем конкретным. Просто люди стихи. Мы продаем некую энергетику фактически. Мы продаем прекрасные лица и свою прекрасную энергетику. Поэтому мы по одну сторону баррикады. Поэтому мы тоже дети, режиссеры. Ну, как и дети в песочнице, мы периодически ругаемся. Нет, я уже перестал. Я еще когда-то на многих проектах ругался. А сейчас я просто берегу нервы. Я берегу нервы. Ну, нахер. Все наше сыграет. Ну, подожди. И очень важно, если с актером мне было офигенно. Проходите, проходите. Оксана. Оксана, я скоро. Контракт. Еще один контракт. Режиссеру принесли контракт. Еще сто рублей. Режиссер хочет заработать все деньги мира просто. Ему не хватает просто режиссерской деятельности. Мы с ней ему подарили вот специально этот просто. Это меня подсорежает. Да. Подпишите контракт. Вы уже подписали контракт как режиссер. Сейчас подпишите контракт как артист. Хотите, я завтра поснимаю. Катя, у тебя классный Мэй Кум. Да, у меня Кум. Я смотрю его в Инстаграме. Он просто потрясающий. Помимо твоих фотографий в купальниках, где там... Ага. Есть еще Мэн Кум. Мэн Кум. Мэн Кум. Мэн Кум. Такой классный. Да, у него сегодня годик. Да ты что? Я тебя отвлекаю. Я подонок. Ты там наверное что-то хочешь. Ну, ты же всего лишь домашний питомец. Это же не мой сын. Это же не моя дочь. А ты еще не сублимировала все в катании? Ну, я считаю, что этого делать не стоит. Надо грамотно распределить границы. Потому что я не сумасшедшая. Плед, кофе, кот, сериалы нет ничего. Он свободолюбивый. Человечек у меня. Он свободолюбивый. Человечек я его называю. Поэтому я... Как его зовут? Геркулес. Гер. Просто Геркулес. Моего кота зовут Голд. Он такой рыжий-рыжий. Я помню тебе послал. Да, да, да. И мы можем в том возрасте, когда начинаем хвастоваться котами. Друга-друга-друга-друга. Мы не обсуждаем размеры. Вот это все они. А твоего кастрировала? Конечно, я его кастрировала в 6 месяцев. На даму. На даму. Постали бы жить размерами. Ну, размеры. Какие размеры? Котов. Ну, раз-два и все. Я не успела бы зайти в ванну, как мне уже сказали. Куда нищики выбрасывайся? Я говорю, боже, только не я. Я не хочу к нему прикасаться. Но он успокоился. Конечно, конечно. Он такой, я смотрю на фотографии. Он смотрит на всех как на голову. Ну, конечно, отменный немножко. Время импульс. Да. Так как о тебе поговорили, а его... Господа, простите, я послал остерок мотка. Все, все, все. Нас передача оканчивается. Нас выгоняют. Все, все, пока. Все, это было прекрасно. До свидания. Всего хорошего.